30 неделей обозначается уже восьмой месяц беременности. Мамочка все больше приближается к знаменательному рубежу, который разделит ее жизнь на условные две части, да и после рождения ребеночка. А пока на 30 неделе малыш все еще продолжает развиваться в животике. Длится третий триместр и для женщины наступает новый этап, этап еще более тесного общения со своим чадом. 30 неделя беременности наполнена хлопотами и делами. Большинство беременных выходят в декретный отпуск, но получению больничного предшествует сдача анализов и полное обследование. Эта неделя как нельзя лучше подходит для того, чтобы тщательно распланировать время, оставшееся до родов. Самое время подумать о сумке в роддом. Спонсор нашего показа интернет-магазина Акушерство. Товары для беременных, будущих мам и малышей. В описании к этому видео вы найдете ссылку на сумку в роддом. А на сайте интернет-магазина много полезных товаров. Признаки и симптомы 30 недели беременности. На 30 неделе беременности будущей маме начинают сниться еще более странные и тревожные сны. Это происходит из-за гормонов. Да и объективная причина для переживаний тоже есть. Ведь сейчас третий триместр, все ближе дата родов. Естественно, возникает много тревожных вопросов, как все пройдет. Успею ли я вовремя добраться до род дома, если начнутся схватки? Родится ли мой ребенок здоровым? А что, если во время родов что-то пойдет не так? Продолжают нарастать и другие симптомы, связанные с изменениями гормонального фона, растущей маткой и плодом. Изжога проявляется в виде характерного неприятного чувства жжения в груди. Возникает по двум основным причинам. Во-первых, матка становится все больше и все сильнее давит снизу на желудок. Во-вторых, гормоны расслабляют сфинктер, мышечный жжом, который находится на границе между пищеводом и желудком. Бессонница. Спать будущей маме мешают беспокойные мысли и неприятное ощущение в пояснице, ногах, которые усиливаются по мере роста будущего ребенка. Замыкается порочный круг. Ночью женщина не может нормально выспаться, а весь день ходит сонливая и уставшая. Отеки на ногах. Если они небольшие, то это нормальное проявление беременности. Но если отеки стали быстро нарастать, нужно срочно обратиться к врачу. Затруднение дыхания. На 30-й неделе беременности верхний край матки находится очень близко к легким и ограничивает их движение. Поэтому многие будущие мамы жалуются, что не могут глубоко вдохнуть, периодически возникает ощущение, что не хватает воздуха. Становится сложнее подниматься по лестнице, выполнять другие физические нагрузки. Неуклюжесть. В третьем триместре вес будущей мамы уже сильно увеличивается, к тому же из-за растущего живота смещается центр тяжести. Вдобавок гормоны расслабляют связки. Из-за этого походка становится неуклюжей. Будущая мама может легко потерять равновесие и упасть. Увеличение размеров ноги. Обувь, которую вы носили раньше, стала мала. Это произошло из-за того, что расслабились мышцы и связки, которые соединяют кости вашей стопы. После родов все вернется в норму. Частые и резкие колебания настроения. Возвращается симптом, который беспокоил в первом триместре беременности. Его причины – гормональные изменения и симптомы беременности, которые вызывают массу неудобств. Проблемы с мочевым пузырем. Вероятно, вы заметили, что теперь вам приходится чаще посещать туалет, особенно по ночам. Эта матка стала сильнее давить на мочевой пузырь. Увеличивается количество мочи, ведь вашим почкам нужно выводить отходы не только из вашего организма, но и из организма плода. Ни в коем случае не стоит бороться с учащенными мочей и спусканиями, ограничивая дневное потребление жидкости. Обезвоживание опасно для вас и вашего будущего ребенка. Старайтесь пить больше воды в первой половине дня и не пить на ночь. Растяжки. Возникают на коже живота и бедер у 90 будущих мам. Они выглядят как белые, фиолетовые, розовые полоски. Существуют специальные кремы для борьбы с растяжками, но их эффективность весьма сомнительна. С растяжками практически невозможно бороться. Они постепенно станут незаметными сами после родов. Проблемы с поясницей. По мере роста матки и плода поясничная часть позвоночника испытывает все большие нагрузки. При этом позвоночный столб становится слабее из-за расслабления связок. Многих будущих мам в третьем триместре беспокоит боли. В борьбе с этим симптомом очень помогает специальный бандаж для беременных. Постоянное чувство усталости и повышенная утомляемость. Причин для них много. Большой вес плода и матки, который будущей маме постоянно приходится носить с собой. Бессонница, частые переживания, большое количество энергии, которое забирает организм малыша, ведь ему нужно расти и развиваться. Варикозное расширение вен на ногах. Это еще один признак, связанный с увеличением матки. Она сдавливает сосуды в области таза и нарушает отток венозной крови от нижних конечностей. Если расширяются вены, расположенные вокруг прямой кишки, развивается геморрой. Ухудшение памяти и внимания. Становится сложно сосредоточиться на работе и повседневных делах. Если будущая мама на 30-е недели продолжает работать, ей зачастую приходится весьма нелегко. На данном сроке беременности крайне не рекомендуется водить автомобиль. Высок риск попасть в аварию. Малыш стремительно растет и с каждым днем ему становится все теснее в материнской утробе. Частота резких переворотов значительно уменьшается. Ребенок, находящийся в тазовом предлежании, может остаться в этом положении до самых родов. Внешне малыш все еще достаточно сильно отличается от доношенного новорожденного. Обращают на себя внимание непривычные пропорции тела, низкое расположение пупочного кольца, относительно большие размеры головы. Костная ткань еще сформирована не полностью и местами на ее месте находится хрящ. На коже малыша сохраняются тонкие пушковые волосы. Ногти не доходят до края ногтевого ложа. Малый родничок на 30-й неделе беременности остается открытым. Кожные покровы плода постепенно приобретают свойственный им бледно-розовый цвет. Уменьшается количество пушковых волос. Под кожей откладывается жировая ткань, преимущественно на шее, животе, ягодичной области, вокруг суставов. Процессы терморегуляции совершенствуются с каждым днем. В нервной системе плода происходят значительные изменения. Продолжается дифференцировка коры больших полушарий, выделение функциональных зон и совершенствование рефлексов. Закладываются биориты, определяющие суточную активность плода. Замечено, что одни малыши чаще дают о себе знать утром и днем, тогда как другие предпочитают бодрствовать в вечернее и ночное время. В 30 недель беременности малыш не просто получает информацию от органов чувств, но и учится ее анализировать. Анализ происходит на достаточно примитивном уровне. Все ощущения, воспринимаемые плодом, поступают в виде сигналов в строго определенные зоны коры головного мозга. В ответ на раздражители у ребенка возникают и закрепляются различные рефлексы. Например, в ответ на сильный резкий звук малыш затихает, а при воздействии яркого источника света поворачивает голову в нужную сторону. На 30 неделе толщина плаценты составляет 30 мм. При благополучном течении беременности орган продолжает выполнять все возложенные на нее функции – питание, выделение, защита, выработка гормонов. Состояние плаценты можно оценить при проведении УЗИ. Появление признаков преждевременного старения плаценты говорит о том, что орган не справляется со своей нагрузкой. Такое состояние может привести к формированию хронической гипоксии плода и даже стать причиной преждевременных родов. Рекомендации для беременной на 30 неделя. Чаще отдыхайте с приподнятыми ногами для того, чтобы снялся отек и усталость ног. Вставая с постели с положения лежа, сначала повернитесь на бок, а потом уже вставайте. Это нужно для того, чтобы не напрягать брюшной пресс. Выполняйте дома только легкую физическую работу, доверьте чистку ковров, мытье окон, полов и ванны другим домочадцам. Засыпайте только на левом боку, сон на спине на таком сроке опасен. Введите в свой ежедневный рацион питания свежие овощи, фрукты, кисломолочные продукты, морепродукты, рыбу, постное мясо. Необходимо отказаться от сладкого выпечки, которая увеличивает уровень глюкозы в крови. Также исключите из меню виноград, капусту, свежий хлеб, бобовые продукты, которые могут спровоцировать появление газов. Особое внимание необходимо уделять качеству продуктов. Исключите полусырые блюда, продукты необходимо подвергать длительной термической обработке. К примеру, фрукты мыть, а вот от суши и мяса с кровью необходимо полностью отказаться. Также в период беременности не рекомендуется злоупотреблять продуктам, которые могут спровоцировать появление аллергии. К таким продуктам относятся мед, шоколад, икра. Важно питаться регулярно, чтобы не испытывать чувство голода. Порция при этом не должна быть большой, не рекомендуется есть перед сном. А последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна.